Здравствуйте! В ближайшие 40 минут мы поговорим о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Не отступать и не сдаваться. Несмотря на удары судьбы, республика будет идти вперед. Виктор Зимин отчитался на этой неделе перед депутатами о проделанной работе. За негодяями будет тщательный контроль. Минстроя России определил, как строители будут возводить дома для погорельцев. Дислокация меняется. Силы Министерства обороны завершили работу по ликвидации последствий пожаров 12 апреля. Мир, труд, май. 1 числа Хакасия отказалась от демонстрации и вышла на всеобщий субботник. История с памятником в Тлачике продолжается. Бывшие жители села приезжают на школьную горку, чтобы почтить память воинов Великой Отечественной. Последствия массовых пожаров не должны отразиться на движениях Хакасии вперед. На это нацеливает кабинет министров и парламент глава республики Виктор Зимин. В среду он отчитался о работе за прошлый год, также затронув вопрос о перспективах региона. А их, судя по прогнозам правительства, не способен пошатнуть никакой кризис. С подробностями Константин Кравцов. Отчет работы правительства за прошлый год Виктор Зимин начал с темы последних дней, которая у всех на устах. Разрушительные пожары, буквально за считанные часы уничтожили более полутора тысяч домов. Погибло 30 человек, более пяти тысяч лишились крыши над головой. Работы много как никогда, только вот по строительству вместе с текущими объемами нам нужно выполнить практически двойную годовую норму. И справиться с этими задачами мы сможем, если будем пахать. По-другому не скажу, одной вот дружной командой. Низкий поклон всем, кто с первых дней был рядом, своим землякам, представителям бизнеса, всем нашим соседям и жителям страны. Сейчас главная задача власти обеспечить погорельцев всем необходимым. В том числе Виктор Зимин обратился к Верховному Совету проработать закон о поддержке троих детей, у которых кто-то из родителей погиб на пожаре. Ну а что касается жизни республики за прошлый год, здесь глава приводит довольно оптимистичные цифры. Хакасия показывает хороший рост в строительстве, на 30% увеличилась сдача жилья. Знаковым был и ввод в работу нового энергоблока Абаканской ТЭЦ. Активно распределяются земельные участки между льготниками, в том числе молодые и многодетные семьи. Ну а что касается промышленности, если металлургия сейчас переживает не лучшие времена, то в угольной намечен значительный рывок. Это не какой-то прожект. Речь идет об открытии нескольких новых предприятий, перспективе увеличения добычи угля с 15 до 30 миллионов тонн в год, увеличение объемов грузоперевозок. У Хакасии есть все предпосылки стать вторым регионом в стране по добыче угля после Кемеровской области. Виктор Зимин заявил, что намерен добиваться для жителей Хакасии особых пониженных цен на уголь на примере энерготарифов. У нас, кстати, они из самых низких в стране. Не обошел он также тему и поддержки малого и среднего бизнеса. Общий объем господдержки на развитие малого и среднего бизнеса в прошедшем году составил 122,5 миллиона рублей. Эти средства были распределены на конкурсной основе в виде грантов и субсидий, как среди начинающих предпринимателей, так и среди предпринимателей со стажем. В своем часовом выступлении Виктор Зимин затронул практически все сферы жизнедеятельности республики. Несмотря на позитивные и красноречивые показатели, он отметил, что впереди еще очень много работы, выполнить которую можно только сообща. В этом смысле, кажется, с ним были солидарны и депутаты. По итогам выступления главы у народных избранников практически не возникло вопросов. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Уголь и марганец – дело будущего, а вот настоящее пока не столь радужно. С 1 мая закрыты рудники в Абазе и Вершине Теи, а еще раньше перестала работать крупнейшая птицефабрика Хакасия в Подсиним. Трагедия 12 апреля затмила собой все события в республике, а между тем на предприятие 15 числа забили последнюю птицу. Коллектив остался без работы, причем с теми, кто уволился ранее, до сих пор не рассчитались с долгами по зарплате. И этим делом занимается Следственный комитет. Что касается котельной и водовода, то они будут подавать тепло и горячую воду в село до 5 мая. Затем будет решаться вопрос о передаче объектов Сельсовету. Что касается производственного комплекса, то его судьба пока не ясна. Торги прошли дважды, но желающих купить фабрику нет. Теперь возможны два варианта – либо снижать стоимость и снова выставлять на продажу, либо передать имущество кредиторам. Напомню, первоначальное предприятие было оценено в 600 миллионов рублей, затем в 540. Насколько возможно еще уронить цену, решать конкурсному управлению. На этой неделе в республике побывал первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий, который расставил все точки над «и». До этого власти Хакасии не могли конкретно сказать, каким именно будет жилье и какие пожелания погорельцев будут учитываться. Теперь получены все ответы и о том, как будут работать строители и на что могут рассчитывать будущие новоселы. Смотрите далее. Бейский район, село Новокурск. Народный сход обсуждает восстановление домов. Безусловно, соглашаться на все, что им предлагается, люди не хотят, ведь на кону самое ценное, что есть в жизни каждого. Срабатывает фактор недоверия. Бесплатное не всегда значит хорошее. Там такие идут пеноблоки, которые, как бы мы сами строители, мы знаем, что это такое. Они холодные и, в общем, если будут дожди там, это просто все испортится и все. Ну вы нам верьте просто, мы же не враги вам. Более предметно говорить с погорельцами местные власти не могли, так как сами не знали, что и как будет делаться. С этой недели большая стройка в Хакасии входит в нужное русло. Прилетевший из Москвы первый заместитель главы Минстроя Леонид Ставицкий рассказал чиновникам, по каким правилам им работать. Восстанавливать сгоревшую Хакасию будут по опыту затопленного Дальнего Востока. И прежде всего, на данном этапе необходимо верно оформить все документы. Все списки пострадавших и документы по межеванию участков должны быть предельно выверены. Иначе потом последствия можно расхлебывать несколько лет. По Дальнему Востоку до сих пор еще суды идут. За последний год уже все трубы отрубили, фанфары, все закончили. За последние полгода выкатили еще на миллиард по решениям судов граждан. Уверен, что здесь просто так в точку не попадем. Дома будут строиться из панелей или газобетона. Все будет зависеть от того, какой подрядчик зайдет в то или иное село. Площадь нормативная. 33 квадрата на одного погорельца, 42 на двоих. Если же в сгоревшем доме проживало больше человек, то по 18 квадратов на каждого члена семьи. Стройка массовая. На индивидуальный подход у власти нет ни времени, ни денег. Все будет предельно типово и обобщенно. Единственное исключение касается размера дома. Желающие могут построить себе больше, чем положено, но за свой счет. Вот тебе дом, да? Вот тебе дом. Но мы тебе построим его там не 72 метра, а 80. Хочешь еще там 18 добавим. Вот стоимость его квадратного метра. Да. Вот тебе надо доплатить здесь. Причем ты будешь платить практически по себе стоимости. То есть тебя никто денег там лупить не будет. Вот тебе все открыто, да? Ты дешевле сам не построишь. Самый важный момент касается ценообразования. Чиновники обещают сделать его максимально прозрачным. Стоимость квадратного метра еще не определена. Но известно, что генподрядчик сможет накрутить всего 4% сверху плюс 10% субподрядчику. Таким образом, власти надеются выдержать цены, максимально приближенные к себе стоимости жилья. Виктор Зимин пообещал следить за тем, чтобы участники строительного рынка Хакасии, пользуясь ЧС, не взвинтили свои цены. Контроль вообще обещает быть тотальным. Начиная от качества материалов и заканчивая самим рабочим процессом. На каждую стройку планируется провести онлайн-видеонаблюдение. Так легче проследить, чтобы все работы шли вовремя и качественно. Все знают, что все строители негодяи. Ну, конечно, в кавычках, но по-хорошему. Ну, вот такой жесткий контроль. И особенно за ценообразованием. Потому что следом за строителями идут кто? Прокуратура и счетная палата. Известно, что Хакасия будет поделена между местными и пришлыми строителями. 31 компания республики работает в Бейском, Баградском, Алтайском и Устебаканском районах. А вот в Ширинские и Орджоникидзевские районы зайдут строители Алтайского и Красноярского краев. Подстраховка недобросовестных подрядчиков продумана. За свои фирмы губернаторы регионов несут персональную ответственность. И эту практику властям Хакасии также подсказал Минстрой по опыту Дальнего Востока. Там были случаи, когда подрядчики получали деньги и не выполнив работы скрывались. Установка федеральных властей предельно конкретна. В ближайшие 4 месяца работать придется долго и упорно, чтобы к 1 сентября люди действительно въехали в новые дома. И вот самая последняя информация о том, как составляется список пострадавших, тех, кто не имеет документов, дающих право на получение денег и бесплатного жилья. Таких людей практически половина. И именно на них сейчас нацелены главные усилия штаба по восстановительным работам. Собрать документы на оформление сейчас главная задача правительства. От оперативности работы зависит, насколько быстро начнется стройка, а также выплата компенсации тем, кто не успел оформить в собственность сгоревшие дома. Виктор Зимин неделю назад дал распоряжение как можно быстрее помочь людям в оформлении документов, а также ускорить подачу заявлений. Накануне на заседании штаба Олег к нам отчитался о проделанной работе. По его словам, абсолютное большинство заявлений уже переданы в суд. На сегодняшний день получается следующая ситуация. В целом, по республике, по уточненным данным на 30 число, мы должны по республике организовать работу с 1586 гражданам через суд. На сегодняшний день подано заявление в суд на 1122 гражданина. 89 граждан находятся в неизместном местонахождении, то есть граждане, которые были прописаны и длительное время не проживают, более нескольких лет. То есть у нас остаток на сегодняшний день 375 заявлений, порядка 200 заявлений на сегодняшний день подготовлены, но пока не переданы в суд. Стоит добавить, что суды будут работать все праздничные дни, и к следующей неделе пострадавшие смогут собрать весь пакет документов и подать заявление. Глава Хакасии на выполнение оставшейся работы дал срок до 5 мая. Завершилось участие силы Министерства обороны в работах по ликвидации последствий массовых пожаров. Военное ведомство одним из первых откликнулось на беду республики, направив своих людей на тушение огня и расчистку завалов. Силы воинской части работали в наиболее пострадавшем Ширинском районе. Почти неделю военным потребовалось, чтобы привести в порядок и подготовить к строительству новых домов, пострадавшие от огня, участки в райцентре. В общей сложности из погоревших поселков самосвалы вывезли более 30 тысяч кубов мусора. Распоряжение воинской части в Абакане не оставить республику в беде – личная инициатива министра обороны России Сергея Шойгу. И на этой неделе Хакасию посетил с рабочим визитом заместитель министра военного ведомства генерал Руслан Цаликов. Еще раз в вашем лице министру, всем командующим, всем тем, кто был, низкий поклон от всех жителей республики, от глав, потому что мы действительно переживали аномальное явление. И без вашей помощи, естественно, жертв и потерь был бы больше. Армия – это часть страны и требования министра обороны. Они всегда направлены на то, чтобы в любой форме оказать помощь своим людям, своим жителям, своим гражданам. Поэтому, если вы говорите, что армия сыграла свою определенную большую роль, нам это приятно слышать. Тем временем строительство военного городка в Абакане идет по графику. В этом убедился заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, побывавший на стройке в четверг. Масштабный объект находится на особом контроле у федерального ведомства. Осмотр начался со столовой. Это первый объект военного городка, готовый к сдаче. Вместимость зала – 800 мест. По сути дела, здесь уже остаются последние штрихи. Начать работу столовая может хоть сейчас. Начали в июле месяце строить, в феврале закончили. В принципе, объект готов на 98%. Осталось благоустройство закончить. Частично оборудование дохоткликтовывается. Военный городок на территории Познанской краснознаменной бригады в Абакане сегодня самая дорогая, самая крупная и самая интенсивная стройка республики. В комплексе помимо казармы, столовой – культурно-досуговый центр, которым смогут пользоваться и гражданские лица. Срок сдачи центра – сентябрь 2016 года. Здесь же будет располагаться спортивный зал и первый в республике ледовый дворец. Эти спортивные сооружения, кстати, станут базой для открытой в этом году в Хакасии школы ЦСКА. «Окрытый ледовый каток, значит, сама площадка 20 на 40, со всеми подсобными помещениями. Оборудование заказано. К 15 июля обещают оборудование установить и поставить. Не имеется в виду? Полагильные оборудования? Да, то есть маты, снегоуборочная машина и все остальное». Важны для жизнедеятельности воинской части и хозяйственные постройки, практически готовы к сдаче ангара, в которых сможет поместиться вся необходимая техника. Строительство ведется по современной технологии, поэтому и сроки возведения быстрые, и качество достойное. Генерал Руслан Цаликов особое внимание обратил на безопасность объекта, в частности, систему пожарной сигнализации и вентиляции помещений. В целом же генерал остался доволен ходом работы. В эфире «Вести Хакасия» события недели, и мы продолжаем. Всеобщий субботник охватил республику на 1 мая. Работники республиканских ведомств убирались в селах, пострадавших от пожара, а сам глава региона вместе с министрами высадил деревья на самохвале. За работой чиновников наблюдала Мария Добрынина. После стихийных пожаров 12 апреля в республике решили отказаться от традиционных праздничных митингов и концертов. Хакасия отметила День труда трудом. 1 мая правительство высадило аллею памяти. Около 100 маленьких сосен теперь будут украшать самый большой в республике мемориал памяти погибших при защите Отечества. К идее отнеслись с энтузиазмом. «Чем больше будет таких мероприятий, вот именно по посадке вот таких вот деревьев, надо школьников вместе со взрослыми привлекать, чтобы это было действительно, вот был праздник». «Именно 1 мая День труда, мне даже это идея очень понравилось. Я думаю, что в дальнейшем, наверное, сделать так, чтобы каждый год 1 мая вот именно вот таким образом мы и проводили праздник свой». «И надо, чтобы как бы так это все было от души, и тогда дерево будет приниматься, и мы это все дело, конечно же, будем ухаживать, поливать». В масштабном озеленении, конечно, приняли участие и сами инициаторы. И аллея памяти только начало. Всем излюбленное место в столице Хакасии ждут еще немало изменений. «Мы еще сделаем здесь освещение хорошее. Еще досадим сюда много всяких растений, елочек, цветов. А делаем, конечно же, хорошим, я думаю, газоном, в эти насыпи. Так, чтобы стало знаковым местом. А то, что сегодня все собрались, ну здорово. За последние дни хоть настроение есть. Для всех поздравляю». «Поздравляю». «Ходить хорошо, там, лозунги произносить, это здорово, конечно. Но это праздник труда, 1 мая. Он и записан. Мир, труд, май. Поэтому в этот день надо проводить и субботники, и воскресники, полезную работу». Официальное открытие мемориального комплекса состоится 8 мая. Стоит добавить, что аллея будет расширяться. В планах создать небольшой сосновый бор на подъеме к памятнику. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. Почти год прошел с тех пор, как в Таштыбском районе появился новый памятник героям Великой Отечественной. Он увековечил имена солдат, ушедших на фронт из несуществующего сейчас села Тлачик. Установка мемориала состоялась благодаря усилиям нашей телекомпании и хакасского предприятия Федеральной сетевой компании «Сибири». В преддверии 9 мая мы решили навестить памятник и открыли для себя новые семейные истории Тлачика. Они не виделись полвека. Люди, выросшие в селе Тлачик. Александр Петрович Шулбаев – единственный сегодня житель деревни. И Анатолий и Иван Сычугова, еще в молодости переехавшие в Таштыб. От деревни осталась лишь пара развалившихся домов. И только человеческая память хранит имена ее жителей. «Тамагаш приезжал после. А, Тамагашов, Тамагашов, как Гаврил Федорович. Тоже Гаврил был. А помнишь, замуж выходила за него Моторина, это Стьюра. У меня, ну, отмяшила там. Да-да-да-да-да-да-да». Братьев Сычуговых сюда позвала не только ностальгия. На памятнике, среди прочих, значатся имена их отца, деда и дяди. Фамилия, правда, исковеркана, но так их записали в военкомате. Анисефир Сычугов ушел на фронт из Тлачика, погиб в 43-м под Ленинградом. Но перед этим ему посчастливилось побывать одну неделю в родном селе. Спустя 9 месяцев на свет появился младший сын Иван. Ни могилы, ни памятника с именем фронтовика не было, пока не появился этот камень в Тлачике. «Конечно, спасибо, кто это делал. Я считаю, что честь и хвала им, что они вот такой памятник поставили, не забыли. Сейчас вам есть куда прийти?» «Конечно. Я благодарен им за это». Памятник изготовил сайногорский предприниматель Игорь Черских, а доставили и установили работники хакасского предприятия магистральных электросетей Сибири. Все работали бескорыстно, просто исполняя свой долг. Конечно, были переживания. Сохранится ли памятник в безлюдном месте и нужен ли он там вообще? Но когда приехали на место, все вопросы отпали. «Я поняла, что мы правильно сделали, что были сомнения. Вот тайга же, памятник в тайге. Нет, в общем-то, это не в тайге. Это именно наша дань памяти людям, которые отдали свою жизнь за наши жизни». Памятник был установлен год назад. За это время здесь произошли изменения. Так сельсовет установил ограду. И видно, что люди посещают этот памятник. Они оставляют здесь монетки и жгут костры, кормя духов земли. Вот нескромный вопрос. А почему ты решил, Александр, все-таки сюда приехать жить, на родину? Ты же в городе жил, в Черногорске все-таки. Я больше времени в Новокузнецке жил. В Новокузнецке? Черногорске. Ну, Новокузнецк плохой город. Вот я удрал оттуда. Правильно сделал, молодец. Вот за это тебе спасибо, что ты удрал оттуда. Краматория. «Мы вот тоже сегодня поехали. Мне вчера племянник позвонил. Мы тоже поехали. Я говорю, вдруг, может, последний раз на родине побудем. Ему 75, мне 72. Ну, мне сейчас 84. 84. О, молодец. Живи до 100 лет». Но пока в истории с памятником рано ставить точку. Как выяснилось, на Обелиске не все имена отлаченцев, ушедших на фронт. И, как надеются местные жители, начатое дело будет продолжено установкой новых плит. Как того требует историческая справедливость. И завершает программу рубрика «Герои Победы», в которой мы предоставляем слово участникам войны, чтобы от первого лица услышать рассказ, как это было. Мне, значит, 18 исполнилось уже в бою на Курской дуге. Нас сформировали противотанковый артиллерийский полк, резерв главного командования. Предпоследний, перед началом сражения на Курсы, пришла комиссия, принимал комбат наш. Меня, значит, командиром орудия, значит, определили. Приходит, значит, посмотрел. Ну, кто командир тут? Я вот так, дорогой командир. Вот твой сектор, который, значит, есть. Вот если танки пройдут, останешься живой к стенке тебя. Вот так, понял? Понял, говорю. Если останешься жив, танки не пройдут. У нас были машины, мощные американские студебекеры. Один ночной бой, значит, с немецкой стороны ходил развед, такая группа на наших танках. Ну, вместе мы, значит, издалили оборону, расставили свои орудия так. И мы слышали, что, значит, работают моторы. Комбат, говорит, это тягачи, наверное, тянут на передний край тяжелые, значит, орудия. Я говорю, а что мы, понимаешь, слушаем, слушаем. Давайте разведчиков пошлем. Пришли, оттуда приходят, говорят, танки. Немцы, значит, на наших 34-ках едут. Ну, комбат сразу, значит, сориентировался. Подходит мимо тебя, значит, прямо там. Так стреляет, значит, так. И так, значит, следующий. Их было четыре танка. Первого я, значит, выбил гусеницу, значит. Туда под откос упал. Второй шел, который развернулся, газ отдал. И прямо, значит, целиком, значит, воткнулся в это. А третий танк, тот, значит, сообразил, понимаешь. И прямо, значит, через наши, значит, огневые, значит, на полном газу и удрали. А четвертого тоже, значит, взяли комбат, говорит, давайте мы, значит, с этого места отойдем. Действительно, как, значит, минут, так, три-четыре прошло. Как заговорила там артиллерия, и по-нашему этому лесочку, давай, ну, откровешно поднялся, значит, все, все летит. Все, значит, взрывы, значит, огненные жары, все летит. И так, наверное, минут тридцать молотил он, значит, ну, любой бой страшный. В каждом бою витает смерть. Дух у нас был сильный. Дух был сильный. И, как говорится, никому, как говорится, одолеть этот дух не удалось. Мы, значит, вот ехали, а по Украине приезжаем, значит, деревня, а в деревню, что одни трубы только торчат. Вот каждый там стоят. И все как, все равно, ну, как покойники, население, значит, ребятишки. И стоит, значит, женщина, девочка и мальчик небольшой возле нее. И она, значит, фуфайка на ней, значит, плуток какой-то старый. Я смотрю, у этой девочки глаза большие такие смотрятся. Даже я не могу сейчас. Я достал этот печь-мешок, булку хлеба, и сало было, наш шпик такой. Выскочил, побежал, отдал ее. Жаль. Малыша. А там все сгорело, что ничего. Он, когда отступал, все сжигал. У нас, значит, особо, значит, вот не было, чтобы вот к нам кто-то приезжал, там, фотокорреспонденты или журналисты какие-то, значит, это, с газет и прочее. Не было. Потому что у нас, как говорится, подход к нем был строго запрещен. Как только, значит, свободная минута, так, допустим, так, карандаш, значит, раз-раз свернул треугольничек, подписал. Почти каждый день получали у меня дома письма мои. А жена, значит, работала почтальоном. Она носила письма. Говорит, вот мы, говорит, твои письма читали. Ей было где-то лет 12, она, значит, почтальоном работала с подружкой, там, значит, с другой соседней деревни. И вместе идут какое-то расстояние. И вот, значит, когда тепло, летом или, значит, весной, ну, все, девчонки, все равно, значит, прочитают, значит, а вот так, что там, ну, жизнь здоровая, еще больше ничего, ничего. Войну мы в Кошице закончили, это, чехословацкий город Кошица. Наздар, 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 Наздар. Это что-то особенное было, дружественное, очень дружелюбное нас встретило в Чехословакии. Кричат все «Победа, победа, победа, победа!» Материалы программы также размещены на нашем сайте вестихакасия.рф. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!